Всем привет, на связи Мабу и у нас сегодня не плановое видео, я хотел бы сегодня рассказать о том, зачем в андроид разработке используется такое понятие, такой подход как ресурсы. Если вы хотите стать андроид разработчиками, сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать андроид приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и конечно же настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству, по профессии андроид разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе андроид разработчик за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас андроид разработчика, владеющего всеми актуальными и современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему андроид, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под андроид и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию андроид разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс андроид разработчик за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным андроид разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Если вы посмотрите на проект, то вы увидите здесь папочку REST. Это и называется папка, называется ресурсы. Если мы откроем эту папку, то мы увидим drawable, то есть папочка для хранения изображений, layout, папочка для хранения шаблонов и value. То есть то, что нас интересует. Здесь изначально два файла, но папочку TEMS мы не будем рассматривать. Colors и String. Один файл необходим для хранения цветов, а второй файл для хранения текста. Зачем он нужен? Смотрите, например, ситуация такая. У вас проект 100 экранов. И у вас, допустим, из 100 экранов на 30 экранах используется, допустим, вывод текста. Допустим, текст каталог выходит где-то. Ну или какой-то другой текст. Тут суть не важен, какой текст. И в один момент вы хотите каталог переименовать в shop. Или у вас задача такая стоит. Что вы должны сделать, если бы вы напрямую использовали текст, как вот здесь используется. То есть в текстовое поле, кстати, хочу сказать, что здесь, видите, как подчеркивается, что это не критичная ошибка, но подчеркивается вот таким фоном именно тот вариант, когда я присваиваю текст напрямую. При таком подходе, когда вы напрямую в кавычках указываете текст. Вам нужно зайти в каждый экран, в каждой активе, или в каждый фрагмент, в зависимости, какой подход вы пропагандируете. И изменить его, вручную. И, как вы понимаете, здесь велика вероятность того, что вы что-то пропустите. И как результат просто не поменяется где-то текст. Кроме того, представьте, если не в 30 экранах, а в 100 или в 150 экранах нужно поменять это. Представляете, какой фронт работы вам нужно сделать, чтобы зайти в каждый аккредит и каждый фрагмент, и все это дело поменять. Именно поэтому придумали ресурсы. Как происходит? Смотрите. Вам нужно какой-то текст разместить, да, в текстовом поле. Вы заходите в файл string.xml. Здесь уже есть одна строковая перемена. Вы ее просто копируете. Здесь вводите текст, который хотите отображать. Например, ну тот же самый каталог. И нужно присвоить ключ. Ну, например, давайте каталоги назовем. Почему бы и по этому ключу вы можете связаться с этой переменой. Для этого возвращаемся в ActivityMain. Удаляем здесь вот этот в кавычках. И все, что нужно сделать вам, это просто ввести каталог. И смотрите, он уже подсказывает вам, что есть с троковой переменной такое название. Каталог. Если мы сейчас и соберем проект, то мы увидим, что здесь отображается название каталог, даже если мы напрямую в кавычках ничего, скажем так, не использовали. Мы не использовали напрямую написание текста. И допустим, если мы захотим здесь поменять каталог на тот же Shop и пересобрать проект, то он также меняется. То есть какой подход? Вы берете, в одном месте задаете, если это текст, это файл string.xml, вы задаете здесь текст. А потом просто этот текст отсюда со string подключаете на разных экранах. И допустим, если у вас возникнет необходимость на 100 экранах изменить это название, то вы меняете его всего лишь в одном месте, и оно потягивается в различные экраны. Это очень удобно. То же самое и Colors. Заходим. Здесь задаются цвета. Вот копируем какую-то перемену с цветом. Например, вы хотите сделать красный цвет. Ключ ставим Red, по которому будем связываться. И здесь можем задать либо такую маркировку через звездочку, либо из библиотеки Android. Для этого собака. Android. И например, Red вводим. И выбираем вот этот RedDart. Далее идем в тот же ActivityMain. И здесь сделаем допустим, background красный. Background. И просто в кавычках вводим Red. И он у вас уже потягивает фон, да? Фон красный. Давайте пересоберем проект, чтобы увидеть изменения. Ну вот тут плохо видно. Но вот тут есть, видите? Красным он выделился. И Shop. Так. И собственно так же и Drawable работает. Удаляем background. То, что мы цвет задали здесь. Давайте зайдем в нашу папочку Drawable. У нас там есть иконочка. И мы просто начнем вводить название этой иконочки. И выбираем. В качестве фона иконку. Давайте соберем проект. Сейчас конечно ужас, что будет. Но факт в том, чтобы вы видели, что все это работает. Ну и вот в качестве фона мы установили с вами иконку. В общем так работают ресурсы. То есть вы что-то, какую-то создаете. Какую-то переменную создаете в ресурсах. Будь то текст. Или цвет. Или тоже изображение. Изображение, кстати, через папочку Drawable. Вы сюда можете качать из стандартной библиотеки Android. Как и в отдельном уроке. Покажу как это делается. И потом просто подсоединяете. Вот в качестве таких ссылок на вот такие перемены. В различные экраны. Если нужно что-нибудь будет в дальнейшем поменять. Вы просто это все меняете в одном месте. И оно подтягивается во все остальные места. В принципе это все, что я хотел вам рассказать на этом уроке. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой новый сайт. На котором будут публиковаться статьи и уроки по основам Android. Ссылочка на все это есть в описании. Но если вы хотите оперативно и эффективно стать Android-разработчиком. То записывайтесь ко мне на курс. Если финансы позволяют, записывайтесь на премиальную программу с консультациями. Если денег ограничено, то записывайтесь на бюджетный вариант обучения. Там всего лишь стоит он всего лишь полторы тысячи рублей в месяц в бюджете. Поэтому это довольно-таки смешные деньги. Поэтому подписывайтесь на мои соцсети. Кстати говоря, подписывайтесь на ВКонтакте. Раньше я не принимал в друзья, только учеников своих. Сейчас я начал принимать всех. Там я публикую ежедневно много контента и расписание на публикацию контента. Для того, чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на мой соцсеть ВКонтакте. Также все это есть в описании под видео. Но на этой неделе у меня по видео контенту уже все. До встречи на следующей неделе. Всем пока.